Добрый день, дорогие друзья! С вами Анна Сми. Сегодня я вам хочу показать небольшую коллекцию наших магнитиков. Эти магнитики были привезены из путешествий по России. А путешествуем мы, в принципе, не очень далеко от Санкт-Петербурга. Это северо-запад, центральная Россия. И, живя в Санкт-Петербурге, мы тоже посещаем интересные места. И вот некоторые из этих магнитиков я вам сейчас покажу поближе. Давайте пробежимся немножко по нашей коллекции. Две подковы, на счастье, из Ярославля и Пскова. Затем Карелия. Прекрасная природа, очень живописная. Озера, горы. Тем, кто там не был, очень советую посетить. Парк Карелии Рускеала. Знаете, очень красиво. Не пожалеете. Кстати, из Санкт-Петербурга туда отправляются туры, туристические группы. Поэтому вы можете обязательно съездить туда, посмотреть. А вот Кижи. Очень красивый остров с большой историей. Затем, вот были в Москве, посетили Царицыно. Вот такой магнитик привезли, красивый. Затем Московская область, Свято-Троицкая, Сергиева Лавра. Вообще великолепная Лавра. Знаете, такое впечатление неизгладимое произвела. Просто очень красиво. Советую тоже всем посетить. Владимир. Успенский собор изображен. Князь Владимир. Тоже большой, красивый, древний. Интересно посмотреть. В Санкт-Петербурге мы побывали в Исупомском дворце. Дворец Просвещения. Очень интересная экспозиция. Затем Нилостолобенская пустыня, с которой мы недавно приехали, с острова Селигер. У меня на канале есть видео более подробное о этом замечательном монастыре Нилостолобенской пустыне. Затем были в Ростове-Великом в прошлом году. Тоже очень понравилось. Очень красивый Кремль. Кстати, там снимался известный всем фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Кострома, город на Волге, очень красивый. Ипатьевский монастырь с большим красивым Троицким собором. Прекрасная территория, прекрасная экспозиция. Есть что посмотреть. Очень интересно. Всем советую побывать на Волге. Прекрасная русская река. Большая, широкая, могучая. Также были на Волге и заезжали в город Плёс, родина Исаака Левитана, известного русского пейзажиста. На канале у меня тоже есть видео об этом замечательном месте. Также в Новгородской области мы побывали в городе Старая Русса. Старая Русса – это город, который насчитывает очень длительную, большую историю, более тысячелетия. Также на канале у меня есть видео о Старой Руссе. Смотрите. Затем в прошлом году ездили на пару дней в монастырь Александра Свирского. Он находится в Ленинградской области. Не очень далеко, но тоже на берегу озера. Тоже очень интересно. Вот Мандрги. Мандрги – это такой небольшой городок туристический. Там останавливаются все теплоходы, которые идут на Валаам, Кижи. Там очень много. Такая интересная деревня импровизированная, старая русская. Затем там большое количество сувениров продается. Такой небольшой островок, который, в принципе, не представляет никакого исторического интереса, но красивая природа. Можно туда съездить, посмотреть. Вот такая небольшая у нас коллекция. Как видите, ничего такого огромного нету. Просто, знаете, иногда хочется на память привести что-то, особенно если что-то понравилось. И просто это есть перед глазами. И не надо рыться в альбомах, не надо открывать компьютер, чтобы смотреть фотографии, а просто приятно посмотреть, приятно вспомнить. Такое приятное напоминание о том, что когда-то я был здесь и, может быть, когда-нибудь захочу сюда вернуться. Вот такая небольшая коллекция наших магнитиков. И еще мы привозим из путешествия вот такие небольшие понравившиеся мелочи. Ну, в частности, вот из Вологды, когда мы ездили в Вологду, мы привезли такие берестяные лапти. Вот такие очень милые. Их можно так подвесить на что-то. Вот. И они такое тоже приятное воспоминание. Вот. Затем колодец. Колодец из Селигера к изобилию. Да? Колодец к изобилию. Все мы хотим, чтобы наш дом был полная чаша, чтобы у нас все было хорошо в доме. И вот такой на память колодец к изобилию, возможно, так сказать, порадует вас в вашем доме. И, конечно, вот есть такая примета народная, что чтобы в доме был достаток, нужно обязательно вот в таком бочонке, может быть побольше, может быть поменьше, держать соль. И мы были в Рускеале на водопаде кивач. И вот на память о Карелии привезли такой вот бочонок. И насыпали туда соль. Так что... Вот такие нехитрые, незамысловатые сувениры мы привозим. Но, знаете, нам очень нравится на них смотреть, ими пользоваться. Они просто приносят такое удовольствие, теплые воспоминания. Я думаю, что это самое главное, что улучшает наше настроение. А с вами была Анна Сми. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди еще много нового я для вас подготовила и интересного. Всего хорошего. До свидания.